Анастасия пришла на семинар, чтобы узнать, как создать и успешно развивать свой бизнес. Девушка мечтает открыть небольшое предприятие по производству мебели. Для этого ей необходимы базовые знания, которые можно получить на тренинге. Данный семинар для меня интересен, чтобы понять, как работает все в сфере бизнеса. Интересно получить новые знания, которые пригодятся для дальнейшей своей работы. Интересно пообщаться со спикерами, которые тоже имеют большой опыт и практику в этом деле. Чтобы открыть свой бизнес и не прогореть на стартовом этапе, нужно действовать последовательно. Для этого начинающему коммерсанту необходимо придумать идею, проанализировать ситуацию на рынке, предугадать риски, изучить налоговую базу, а также найти потенциальных клиентов и инвесторов. Об этом и многом другом участникам семинара рассказали опытные наставники. Это рассказ о том, какие шаги необходимо сделать, чтобы открыть свое дело, как структурировать бизнес-идею, как написать бизнес-план, кто может помочь и дать денег, а кто может помочь советам, а кто может помочь советам, деньгами и другими доступными ресурсами. Вот обо всем этом мы сегодня и будем разговаривать. Организатором бизнес-семинаров, которые проходят практически ежедневно, выступает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин. Не считая сегодняшний семинар, у нас осталось еще три семинара. Прийти к нам можно на Уридского 19, бизнес-центр «Деловой мир», первый этаж. Зарегистрироваться можно на сайте правотерос.ру, либо по телефону 340-51. На следующих семинарах уже состоявшимся и начинающим бизнесменам расскажут о юридических аспектах предпринимательской деятельности, иностранных компаниях и валютном контроле. После лекции любой желающий сможет получить консультацию. Участие в тренингах бесплатное. Анатолий Головко, Константин Головин. События.